Именно 8-й детский садик за вот эту вот дорожку автомобильную для детей. Скажите, пожалуйста, какая изюминка будет в этом детском саду? И будет ли здесь рассчитана такая дорожка, которая, ну, наверное, больше всего нравится детям? Я бы сказал, что у каждого садика есть своя индивидуальность, у каждого детского сада есть свои тонкости, которые мы стараемся заманить детей в детский сад и привить желание родителей отдавать детей в детский сад. А в 8-м детском саде не только эта дорожка, я хочу отметить, что там было много тонкостей, которые вы имели. Такое же количество тонкостей будет и двадцать только в детском саду. Мы сейчас только подходим к определению схемы благоустройства, которая будет внедрена в этом детском саду. Сегодня мы спорим, стоит уменьшать территорию времени, стоит уменьшать территорию. Какими должны быть теневые навесы? Тоже эталонные теневые навесы у нас были в 8-м детском саду, но мы должны понимать, что это очень дорогостоящая конструкция. Поэтому сейчас мы совместно с руководителем детского сада определяем, как должны выглядеть теневые навесы и зону благоустройства в целом. Один из важных элементов, которые мы уже видели на этом детском саду, мы видели на первом этаже. Этот детский сад был всегда без центрального входа и холла. Его никогда не было. Мы нашли решение, изыскали его и пристроили полностью новый холл. И это даст возможность и проводить время, и ждать родителям детей. И значительно более комфортным и более стильным, современным сделать данный детский сад. Это уже внедрено и сейчас уже заканчивается работа по возведению этого хола. Однозначно количество фишек, оно еще будет ближе к открытию и проявляться. Продолжение следует...